Всем привет, ребят! Я Сомарс, и сегодня мы будем тестировать диету. Перед просмотром помните, что вы можете подписаться на мой канал и также нажать на колокольчик, чтобы получать мои новые ролики. Надеюсь, это порадует тех, кто просил именно эту диету, потому что сейчас я буду делать разгрузочный день на шоколаде. Да, есть такие, однако. Я сама была удивлена, но удивлена давно, еще когда только узнала, что такая диета на самом деле есть, и посчитала ее сразу очень странной и очень опасной. Поэтому это снова будет лишь один день, и вам не советую делать больше. Я уже это объясняла в гречневом разгрузочном дне, почему, и снова повторяться не хочу, но вы должны знать, что это опасно сидеть на вот такой вот от моно диеты и голодать больше, чем один день, и оно того не стоит, насколько бы вы там не похудели. В этой диете нужно есть всего лишь 500 калорий, а вот вы представьте, целую неделю всего лишь по 500 калорий. Также коньки можно отбросить. Ладно, может, если там лежать на диванчике, как амеба, ничего не делать целыми днями, то да, еще можно выжить на таком питании, но точно, если вы идете в какой-нибудь активный образ жизни, или хотя бы, как я, по квартире ходите туда-сюда. Вам, конечно же, сначала нужно выбрать шоколад. Берите какой-нибудь хороший, подороже, в общем, 80% там должно быть какао. После слова подороже пошел дождь, это бог начал плакать. Ладно, может, и не подороже, но вы просто прочитаете хорошо состав, и выберите какой-нибудь, в котором он будет хорошим. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что там не должно быть пальмового масла, всяких вредных ингредиентов, желательно, чтобы их вообще было поменьше. 100 грамм за день шоколада нужно съедать всего лишь, это, как по мне, очень мало, 500 калорий где-то выедет. Нужно разделить на 5 приемов пищи. Что меня не устроило, знаете, потому что если взять, просто положить перед собой шоколадочку, сидеть там, смотреть сериальчик и так по чуть-чуть откалывать, и есть на протяжении всего дня, еще забивать чайком, то это можно выдержать вот так вот вот легко просто. Здесь нужно разделить на 5 приемов пищи, и после этого еще нельзя 2-3 часа ничего пить. Вы можете пить кофе и зеленый чай, но только спустя 2,5 часа где-то. И это как бы меня не устроило, потому что я люблю шоколадочку там по чаечек закусить. Тут тоже не буду особо распространяться на то, что я покупала, как составляла свое меню и что я ела, потому что ответ на все это будет лишь шоколад. Кофе я не пью, поэтому пила только чай, что понятно. Возможно для тех, кто любит шоколад, всякие сладкоежки, вам эта диета покажется более легкой и привлекательной, потому что вы можете есть вашу любимую сладость. Но я не фанат шоколада вообще, особенно черного, и если он идет без ничего. То есть, как к добавлению к десертам, шоколадки люблю, например, как шоколадка я недавно показывала Соро в своем инстаграме, она мне понравилась. Ту шоколадку, которую я купила себе для этой диеты, она, конечно, просто божественная, в ней очень вкусный шоколад, качественный, но, как по мне, то, что он черный, это только все портит. Кому-то нравится черный шоколад, мне, например, нравятся молочный и белый. Я вообще не фанат потемнее. Думаю, большинство людей любит молочный, а ты какой любишь, вот тут вот проголосуй, и тогда мы узнаем. Если ты любишь горький шоколад, то этот разгрузочный день, просто для тебя выбирай его, тебе, я думаю, очень понравится. Всем спасибо за просмотр. Напишите мне в комментариях, какой самый нестандартный разгрузочный день. Вы знаете, о каком слышали. Да, только разгрузочный день на зюрстроминге, это, наверное, самое дичащее, что можно было придумать. Хорошо, что этого не придумали. И мне не придется это пробовать. Там, наверное, минус 10 кило за день можно потерять, даже только понюхав рыбку. Ты можешь поддержать этот ролик, просто поставим ему пальчик вверх. Папа-папа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!